МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое неуютное, мрачное, темное время года, когда дни и тусклые, и холодные, и короткие, у многих народов, и наш совсем не исключение, есть давняя традиция – зажигать огни. Вот и главный эфир зажигает главные новогодние огни вместе со всей страной. Сначала один огонь, потом большее, потом вместе, и вот уже всем светлее и теплее. Когда смотришь на эту новогоднюю рождественскую иллюминацию, смотришь, как радуются и дети, как наблюдают за ними с улыбками их родителей, понимаешь, вот оно, место и время, когда хорошо сейчас, но будущее обещает быть лучше, красочнее, ярче. Также и с идеями, которые приходят к нам в голову. Кстати, неудивительно, что традиционно их изображают вспыхивающей лампочкой над головой. Ведь, кажется, всего одна идея, одна вспышка, но за ней открывается, по сути, новый мир. Как в случае с высокими технологиями. Еще в начале 2000-х сложно было представить, что телевизор будет висеть на стене, как картина, что телефон может быть и тонким, и без кнопок. Но про эти гаджеты я вообще молчу. Планшетов тогда в принципе не было. Сегодня все это и вот такие просторные магазины – наша реальность. Но от гаджетов мы шагнули гораздо дальше, к цифровой экономике. И вот уже многие вещи целая страна видит в новом свете. И ведь вывод напрашивается простой. Не стоит ждать подарков от Деда Мороза или Санта-Клауса, застыв у елки. Зажглась идея, загорелся сам, значит, реализовывай, воплощай их в жизнь, а государство поможет. Так об этом сказал глава государства на встрече с учеными. Ведь где одна идея, где один огонек, там в перспективе море огней. Это главный эфир. С вами Сергей Гусаченко и Юлия Перцова. Мы, как и многие белорусы, на этой неделе увидели, как загораются огнями и новыми идеями. Причем в абсолютно разных сферах. Об этом мы не только расскажем сегодня. Смотрите в программе. Игры разума высшего уровня. Что, где, когда мы будем развивать. Я готов эти вот проекты, их контролировать лично, финансировать, патронировать. О здравых идеях в головах гениев поговорим с главою РАН. Хай-тековская экономика, она живет на постоянной подпитке новыми результатами. О том, как все мы собирались с мыслями, научно доказано. Это главное в эфире. Плюс цифровизация всей страны. Ключ к двоичному коду однозначного успеха. Этот декрет приведет сюда волну венчурных фондов. Отечественное IT продолжает расти. Наша программа на перспективу. На вооружении наших детективов. Техника на грани научной фантастики. Наше оборудование высокого класса. Оно лучшее в мире. Это не элементарно, Ватсон. Такому позавидовал бы даже Холмс. Поднимем к небесам продажи с Поднебесной. Министр Заяц этим в Китае занят. Первая страна из стран СНГ, которая имеет право сегодня поставлять говядину в Китайскую Народную Республику. А кто прокредитует общую с ними джили, чтобы мы и тут лучше зажили. Чтобы сделать наиболее доступным данный кредит, необходимо будет и участие государства. Своё место вместе с Западом и Востоком. На шелковом пути с двусторонним движением. Начинаем программу с отличной новости, которую в это воскресенье преподнесла наша биатлонистка Ирина Кривко. Первый личный подиум в карьере. Великолепная скорострельность и главная сенсация этапа Кубка мира по биатлону во французском Аньси. Так что Новый год белорусские болельщики встретят с хорошим настроением и с предвкушением Олимпийских игр в Пенчхане. Сегодня в гонке с Мастарта. А это последнее выступление в году для биатлонисток Ирина Кривко совершила фурор. В отсутствии Дарьи Домрачевой и Надежды Скордина белоруска провела фантастическую гонку. Только она отстреляла точно и впервые в своей карьере поднялась на пьедестал, уступив лишь француженке Жюстин Бреза. С победой нашу биатлонистку поздравил наш президент. Александр Лукашенко пожелал Ирине Кривко новых успехов в спортивной карьере. Вообще достижение белорусски на этапе ВАНСИ особенное по нескольким причинам. Во-первых, это первый подиум белорусски на этапах Кубка мира в личной гонке. Во-вторых, это произошло в Олимпийский сезон, что важно перед играми в южнокорейском Пенчхане. И, наконец, Ирина Кривко стала третьей белорусской биатлонисткой вслед за Дарьей Домрачевой и Надеждой Скордина, которая поднималась в этом сезоне на пьедестал. Сразу после церемонии награждения наша биатлонистка поделилась своими эмоциями журналистами. Это невероятно. Я даже и подумать не могла, что за всю, наверное, за мою карьеру в биатлоне мне удастся на нем побывать. Не то что в эстафетные гонки, а именно в личной. Поэтому очень рада, что я тоже ушла в то число спортсменов, которые были на личных подиумах. Вообще, когда уже уходила, второй решила, что буду бороться до конца. Но, наверное, я до конца не верила, что смогу удержаться прямо на подиуме. Я как бы думала, если я останусь в топ-6, это для меня уже будет очень хороший результат. Безусловно, с приятными эмоциями переходим к следующей важной теме недели и событию, которая проходит раз в 10 лет. Съезд ученых всей страны. Интеллектуальный форум собрал в Минске более 2000 человек. Его итогом посвятим большую часть первой половины программы. Будущее немыслимо без науки и технологий. Команда экспертов из научных кругов подготовила масштабную стратегию. Долгосрочный прогноз, который станет определяющим не только для отечественной науки, но и всей страны. Беларусь интеллектуальная. Это то, к чему стремятся. Стратегия отвечает на вопрос, за счет чего рассчитывают на экономический рост и развитие. Разложим по пунктам. Итак, первое. За счет цифровой экономики и создания IT-страны. Второе. Это развитый неоиндустриальный комплекс, который отвечает вызовам четвертой промышленной революции. Это нано, био, IT-технологии, искусственный интеллект, роботы повсеместно, на производстве и в жизни, смарт-энергетика. Ну и, наконец, третий важный компонент. В уме держат сверхзадачу создание общества интеллекта. В современном мире наука важнейший фактор прогресса. Именно с этого начал президент, обращаясь к белорусским умам научной элите. Александр Лукашенко подчеркнул, что начинается новый этап. Время становления интеллектуальной экономики, чему власть будет всячески содействовать. Не будем видеть завтрашнего дня. Развития не будет. И очень хотелось, чтобы этот ключевой документ, определяющий государственную политику развития, не только этой сферы, но и был документом, актуальным для всей страны. Ученые должны повылазить сегодня из своих лабораторий и опробировать все свои замыслы на практике. Возьмите развитие космической промышленности у нас, сфер ВПК, создание ракетного производства, где, опять же, по крупицам сначала уже собрали ученых под моим жестоким требованием и спросили у них, те, кто понимают в этом, вы умеете все это делать? Умеем. Получилось вот столько. А надо вот столько. Где возьмем, поехали по миру и нашли, и за два года создали собственные ракетные системы. Уверен, ни одно государство за два года этого не делало. Вот так мы должны работать, когда ученые подключаются, идут впереди и тащат за собой всех остальных. А власть контролирует и создает вот эту столбовую дорогу для продвижения. Это нам сегодня нужно. Обсуждение стратегии было бурным, и таки глобальный мозговой штурм. Представители научной элиты активно делились мнениями. Проблем-то хватает. От оплаты труда, внедрения разработок, до утечки мозгов и подготовки кадров. Престиж ученого, конечно, нужно поднимать. Шла речь о финансировании и создании прорывных разработок. Вот что обсуждали и официально, и в кулуарах. Наш обозреватель Наталья Бреус ученых степеней не имеет, поэтому задала научной и управленческой элите простые вопросы о науке. Какая сейчас главная проблема в белорусской науке? Надо делать так, чтобы белорусская наука была выгодной. То есть не просто продавать идеи, а продавать товары. Нужны вам такие беспилотники? Ну, естественно, мы сегодня работаем, используем в поисках пропавших, заблухших. Больше всего мы мониторим ситуацию с наступлением пожароопасного периода в лесах. Ну, то есть наука спасателям помогает? Безусловно. Что сейчас боль медицинской науки? Проблемы всегда есть. Поэтому, если будешь стоять на одном месте, то не будет ни качественного скачка, ни развитие. Надо дать прогноз на 40-й год, что же будет. Я не могу сказать, что искусственный интеллект заменит руки и головы хирургов. Но все может произойти, потому что... Но вы этого не исключаете? Через 20-3 года? Не исключаю, потому что мы уже видим, что в Гаване робот провел операцию аппендектомии. Но, конечно, самые такие высокотехнологичные операции, я думаю, все-таки останутся за профессионалами, за хирургами. То есть кадры решают все и в медицине, и в любой другой сфере? Цель научной стратегии — это создать и прийти к обществу интеллекта. Как в Беларуси с интеллектом? У нас нету таких природных ресурсов. У нас очень талантливые люди. А если мы такие умные, а почему мы такие небогатые? Пока? А вот то, что мы не умеем делать, этому тоже надо учиться. У нас не совсем хорошо стоят вопросы с коммерциализацией. Мы технологически предлагаем самые уникальные, самые лучшие решения. Но не всегда можем создать конечный продукт. А еще сложнее стоит вопрос с выводом этого продукта на рынок. А как привлечь молодых людей в науку? Ну, понимаете, мы много делаем. Мы вот в университете делали, и страна делает в целом, привлекая молодежь. И гранты президента, вы знаете, гранты Министерства образования, каждого вуза и так далее. Но все равно молодежь меркантильна, мы тоже это понимаем с вами. И, конечно, повышение зарплаты тоже. Как это бы банально не звучало, это делать надо. Прагматичная молодежь. Такую сложно заинтересовать, честно. Очень прагматичная. Поэтому, конечно, комплекс мероприятий нужен. Но я говорю еще раз, страна делает. Все, что мы сейчас видим, прикладное и в IT-сфере, и в мире в целом, это результат фундаментальной науки, результат тех разработок, которые были еще в 80-х, 90-х. Нужно понимать, одно тащит за собой другое. Тот, кто сегодня выкладывает науку и образование, получает инновационную экономику и становится каким-нибудь таким тигром. Я хочу, чтобы Беларусь, ну, скажем, стала такой рысью, центральной европейской. Без науки обошлись бы на МТЗ? Нет. Работать в энергонасыщенной тематике без научных разработок невозможно. Трудно соединить производство и науку. Вот на ваш взгляд, почему? Если посмотреть на 5-10 лет вперед, то тогда есть непонимание, как это должно быть в тот момент. У производственников или ученых? У производственников. А ученых? Ученым проще, они разработали, а нам нужны технологии еще под этой разработки внедрить. Как соединить сегодня науку и производство? Взять и соединить. Так сложно же? Не сложно. Мы сейчас активно работаем и с академической наукой, и с вузовской наукой. Есть полное понимание, нужно только работать больше. Вот стратегия, она как бы декларирует такой принцип, девиз, я бы сказала, обгонять, не догоняя. А что это значит? Это значит найти то, что мы можем сделать, чего еще нет в мире. Вот тут вот, конечно, именно роль науки должна сработать. У нас умные головы, мы интеллектуальная страна. Не надо ходить и говорить, дайте денег, добавьте зарплату. Надо заработать деньги. Александр Григорьевич говорит, зарабатывайте деньги, давайте проекты. А инновационные фонды не используются. То есть это о чем говорит? Надо выходить из башни Слоновой Хоси, прекратить разбирать абстрактные проблемы, а заняться конкретными проблемами жизни. Надо сказать, что все научное сообщество Беларуси – это более 25 тысяч человек. За прошедшее десятилетие сделано немало. Эффективные белорусские разработки получили мировое признание. От самого большого карьерного самосвала до современных электробусов. Прототипа будущего электромобилей – супероптики. Да и возведение АЭС положило начало новой наукоемкой отрасли. Но пока она еще строится, важно, что модернизация энергосистемы в целом позволила в три раза снизить импорт электроэнергии. Что наоборот выросло, так это производство сельхозпродукции за последние 10 лет на треть. Смогли обеспечить продовольственную безопасность, ино зарабатываем на экспорте. Можно сказать, инновациями пронизаны все сферы – от Земли до космоса. Не случайно Международный космический конгресс в следующем году пройдет именно в Беларуси. В мировом сообществе оценили разработки по созданию спутника дистанционного зондирования Земли, а взят курс на цифровую экономику. В рейтинге по индексу знаний наша страна поднимается все выше – на 45-й позиции среди 180 стран мира. Создана система ДНК-паспортизации. Человека – это шаг в персонализированной медицине. Все это результат того, что на заре становления независимой Беларуси было принято решение сохранить систему науки. Не все постсоветские страны смогли. Мною было определено, что быть Академией наук – главным звеном в науке страны вообще. Возложим на нее принципиальную жестокую ответственность за сохранение науки. Мы не превратили вас в партейку какую-то. Мы не отбирали у вас землю. Мы не создавали какие-то фоно и прочее. Я просто пытаюсь рассуждать в том плане, что я имею право на жесткие требования к вам и критику. Потому что я вас как своих детей на руках вырастил, выненчил, никому не позволял прикоснуться к вам и делал всегда то, что вы просили у меня и требовали от меня. Я вам всегда говорил, если у вас что-то великое где-то родилось и его надо реализовать – зовите. Зовите, мы реализуем, как это ракетное строение, как это сейчас электромобили, электрический транспорт. Это все исходит не только от моды, которая развернулась, хотя и это важно, это имидж государства. Исходит от того, что у нас профицит электрической энергии будет. Нам ее куда-то надо девать. А тут Господь нам помог. Мир немедленно окунулся в эту электроэнергию. А вы пообещали мне сделать электромобиль. И я готов эти вот проекты штучные, я готов их контролировать лично, финансировать, патронировать. Поэтому мы, насколько это вы требуете, и предлагаете, решаем ваши проблемы. Поэтому и спрос соответствующий. Высоко оценил уровень белорусской науки на съезде президент Российской Академии Наук Александр Сергеев. Особо отметил успехи лазерных технологий и оптики. Ведь большинство этих компонентов россияне покупают у нас. К тому же из 50 совместных союзных проектов 13 инициированы Национальной Академией Наук Беларуси. Но впереди еще десятки колоссальных идей от ученых двух стран, которые могут выстрелить и принести хорошие дивиденды в казну. Об этом российский академик рассказал нашему корреспонденту Светлане Лукинюк в зале Дворца Республики. Александр Михайлович, какие сферы для белорусских и российских ученых на сегодня наиболее интересны, наиболее востребованы? И есть ли такие проекты, которые в ближайшее время могли бы выстрелить при совместной работе? Прежде всего, мне кажется, что мы должны сосредоточить усилия на современных разработках, связанных с, я скажу, интеллектуализацией экономики. Это не просто цифровизация, это более высокий уровень. Это и вопросы, связанные с робототехникой, это вопросы, связанные с эффективным и умным управлением производствами. И это вопросы, связанные с тем, что мы можем в цифре спроектировать и спрогнозировать какое-то развитие предприятий или целой отрасли экономики. Отдельной темой звучала и продовольственная безопасность. Есть ли здесь что-то сказать ученым России и Белоруссии вместе? Одна из существенных проблем здесь – это создание современных хранилищ и зерна, и овощей. Не секрет, что мы до половины урожая теряем из-за того, что наши хранилища не оснащены современными техническими средствами, которые позволят как можно раньше детектировать то, что начались какие-то неприятные процессы, и каким-то образом воздействовать для того, чтобы урожай оставался в сохранности. Еще один важнейший проект, который есть, это то, что сейчас во всем мире увеличивается интерес и потребление органических продуктов питания. Понимаете, здесь мы можем выстрелить тем, что у нас есть земли, которые в сравнении с Европой или с Китаем, ну, фактически не так отравлены удобрениями, применением длительное время химических удобрений. И вот использовать эту нашу естественную возможность, которая есть в наших странах, для того, чтобы существенно увеличить производство органических продуктов питания – это огромный экспортный потенциал, огромный. И в Китай, и в Европу – это тоже очень интересное направление по сельскому хозяйству. В чем, на ваш взгляд, все-таки причина того, что научные разработки, может, не так быстро внедряются в производство? Это отсутствие каких-то идей прогрессивных, которые быстро дают результат, либо отсутствие, может быть, средств на эти изобретения? Для того, чтобы эффективно заниматься наукой, производить результаты, должен быть современный инструментарий. Вот здесь вот государство обязательно должно оказывать помощь ученым, потому что современный инструментарий, ведь науку идет все глубже и глубже, да, инструментарий становится все более и более тонким, все более и более дорогим. Если говорить о каких-то мотивациях, то это достойные условия жизни, во-первых, это, если хотите, нормальные зарплаты. И, кроме того, средства производства в науке. Вот там, где есть хорошие средства производства, там люди и молодежь готовы ехать и работать даже за маленькие зарплаты. На съезде также звучало мнение, что наука все-таки должна стремиться зарабатывать сама и вкладывать собственные средства в свои научные разработки, например, до 25%. Вот могли бы ли мы больше привлекать все-таки инвесторов в венчурные фонды для того, чтобы научные разработки проводить какие-то исследования, а не только просить деньги из казны? Когда говорят о собственных средствах, это означает, что ученые или институты научные эти средства где-то заработали. Заработать они по своей профессии могут только, если они интересны высокотехнологичной промышленности. Если говорить по сырьевую экономику, в сырьевой экономике есть востребованность науки, но не такая острая, как высокотехнологичная экономика. Потому что хай-тековская экономика, она живет на постоянной подпитке новыми результатами. Вот там интервал от получения научного результата до того, чтобы ушло в рынок, очень короткий. Очень короткий и много короче, чем в сырьевой экономике. Мы говорим, там вот в развитых, в наукоориентированных развитых экономиках, там все это вроде работает. Но, извините меня, они прошли другой путь развития. И нам так просто прыгнуть из одного уклада в другой, чтобы у нас на автомате крутилось, не так-то просто. А задача важная. Именно задача того, чтобы в вашем вопросе институты сами зарабатывали, а это означает, что они были бы нужны промышленности, сельскому хозяйству. А Беларусь стремится в будущем, например, направляться на науку до 3% от ВВП. Как у вас в России? И достаточно этих средств будет, чтобы получить эффект? В планах стратегии российской это 2% ВВП, ну, скажем, к 30-му году. Из них планируется, что половина должна идти уже из промышленности, из сельского хозяйства, которые почувствовали, что они имеют профит с того, что они внедряют достижения. Это серьезный показатель, потому что те страны, на которые мы хотим быть похожими, страны там до 3-4% ВВП вкладывают. Но у них в основном-то вложения идут из промышленности, из экономики. Вот там уже все это раскрутилось. Это важный показатель, сколько из этих 100% дает государство и сколько дает экономика. И мы должны пройти длинный путь до того, как у нас начнется вот такой вот саморазвивающийся, самоорганизующийся процесс, когда экономика дает деньги в науку. Наука быстро реагирует и подпитывает экономику. Стоит отметить, что на болевые точки белорусской науки Александр Лукашенко обращал внимание и правительство, и руководство Академии еще весной. Например, внедрение разработок. Тут сразу и не разберешь, то ли предприятия закрыты для инноваций и не видят в идеях товар, то ли ученые вяло продвигают передовое в массы. Конкуренция в мире высокая, зарубежные конкуренты не спят. Потому важный вопрос, как соединить науку и производство именно в промышленности, ядро всех инноваций. Ведь нет стран с сильной наукой и слабой промышленностью. И наоборот. Нужны высокотехнологичные предприятия. Чувствуется, пока таких не хватает. Без науки и речи не может идти ни об их создании, ни об обновлении. Привели модернизацию сельского хозяйства. Никто в этом зале и наши гости не будут отспаривать, что мы здесь достигли многого. Была постановлена задача спасти село. Почему мы метались по всему миру, собирая крупицы опыта, а потом на самом высоком уровне, на уровне президента, мы принимали решение этому быть, этому не быть. Почему ученые не были у истоков? Я еще не успел отойти от эпопеи с комволем. Там много было копий сломано. И много было похоронено судеб. Почти пять лет эпопея. Какая роль ученых в модернизации этого конкретного предприятия? Читай по всем предприятиям, которые сегодня модернизируются. Как они вникли и помогли этой модернизации. Нам, ученые, крайне необходимы здесь. Если говорить о науке и АПК, то в этом году на разработке передовых технологий новых видов наукоемкой продукции собственного сырья направлено 11 миллионов рублей. Все это повышает качество продуктов питания и, как результат, их конкурентные преимущества на мировых рынках. Продовольствие по-прежнему товар, который хорошо покупают. Правда, и производителей становится больше. Так что приходится порой даже драться за свою нишу. Из всей экспортной корзины Беларуси третья – это как раз наше молоко и мясо. Их уже распробовали и на далеких рынках. Так, на этой неделе стало известно, что мы первая в СНГ и 13-я в мире, кто аккредитована на поставку говядины на рынок Китая. Сумма выручки от экспорта нашей продукции в КНР в следующем году вырастет в 10 раз. Об этом накануне нам рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц после возвращения из КНР, где подписан ряд двусторонних соглашений. Леонид Константинович, итоги визитов в Китай, как они выглядят в цифрах, сколько соглашений подписано? Конечно, нас интересует сумма контрактов. Были подписаны контракты с ведущими предприятиями нашей республики, и сумма этих контрактов составляет 114 миллионов долларов США. Должно отметить, что в результате нашего визита были открыты два беларуских предприятия по поставкам мяса и говядины на китайский рынок. Безусловно, это мы прочислила договоренности, которые были достигнуты в рамках визита президента нашей страны Александра Владимировича Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики с Индзиньпином в мае именно текущего года. Республика Беларуси – 13-я страна по списку, которая вошла на китайский рынок из своей говядины. И первая страна из стран СНГ, которая также имеет право сегодня поставлять говядину в Китайскую Народную Республику. Вот уже с января предприятия могут отправлять. Речь идет о каких-то партиях, объемах. Вот сколько мы можем начинать уже? Уже мы сегодня можем отправлять. Не с января, а с декабра месяца. С момента писания имеем возможность поставлять. Первые контейнеры пойдет 26 тонн с Юлия Смит и с мясокомбината Могилевская. Это пробная партия, которая уже пойдет на Китай. А на будущее уже речь идет о тысячах тонн. Это не только вот эти мясокомбинаты. Мы будем дальше продолжать наш циклитацию остальных мясокомбинатов. Достигнуты также договоренности по поставкам мяса птицы. Первые партии продукции пойдут уже в январе месяце в Гонконг в будущем году, в первой половине 2018 года. Мы откроем пять ведущих предприятий Республики Беларусь по производству мяса птицы. Мы не только заявляемся о замороженной птице, мы заявляемся о разделке нашей птицы, о той продукции, которая имеет высокую добавленную стоимость. Также мы внесли список 14 молочных предприятий дополнительно для рассмотрения открытия этих предприятий в 2018 году на поставки молочной продукции на Китай. В каких объемах идет? Мы планируем увеличить объемы поставки? И что это будет? Это сухое молоко? Какие продукты? За 10 месяцев текущего года экспорт вырос в 105%. Поставки молочных продукций увеличились в 10 раз. Поэтому речь идет о сухом цельном молоке, сухом обезжиренном молоке, молоке ультрапастеризованных таря. Идет о пробных партиях сыра, даже о цельномолочной продукции, которая имеет большие сроки хранения. Может быть еще какие-то новые продукты питания, которые мы хотим открыть для китайского рынка, будем поставлять уже в следующем году? Сегодня большой интерес к нашему белорусскому крахмалу. Раньше эти объемы закрывались в других странах, в Украине и так далее. Сейчас китайцы перерантировались именно в нашу республику. За 10 месяцев текущего года мы поставили более 1200 тонн крахмала на китайский рынок. И вот сейчас были подписаны договоры на предмет поставки крахмала более 2000 тонн уже на 2018 год. Может нам открывать какие-то торговые представительства компании, чтобы продвигать продукты питания? В наших планах мы условились с одной ведущей компанией Китая о том, чтобы на территории Китая сделать совместное предприятие по продвижению нашей продукции. Это крупнейшая китайская компания, которая располагает 6000 торговых точек. Очень большие у них обороты. Они намерены с белорусским партнером сотрудничать в плане поставок нашего продовольствия на китайский рынок. Ждать ли нам в следующем году прихода китайских инвестиций на белорусский рынок и о какой сумме может идти речь? Есть компания Дерекс, которая на будущей неделе проезжает в Республику Беларусь для подписания инвестиционного договора по положению 250 миллионов долларов США строительства молочных комплексов на территории Витебской области. Их задача – развить молочное скотоводство, переработать это молоко на одном из предприятий области, в дальнейшую поставку готового продукта на китайский рынок. Вот это и есть тот бизнес, который сблизит экономические интересы сегодня Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. У нас есть, по большому счету, над чем работать. Надо просто усиливать свое присутствие, надо топтаться этот рынок. Не сидеть здесь в Беларуси, а топтаться там. Потому что каждый раз, когда посещаешь Китайскую Народную Республику, для себя открываешь все новое, новое, новое. Государственные деньги на научную сферу идут, но всегда хочется больше. Ассигнования будут расти. Приоритет, например, лазерным, облачным биотехнологиям, созданию новых материалов. Однако есть вопросы к тому, насколько эффективно используются средства. Звучал и месседж о том, что наука должна зарабатывать, активнее использовать собственные финансы, привлекать инвесторов, венчурные фонды. Что еще дороже – человеческий капитал. Есть серьезные нарекания в отношении подготовки научных кадров. Таланты нужно поддерживать от школы до Академии наук. Мотивации молодым ученым сегодня не хватает. В этой связи нужна комплексная программа стимулов. Такую по поручению Александра Лукашенко разработают в экономическом университете. Но уже до конца года ученые почувствуют поддержку и по зарплате, и по жилищным вопросам. Остановить утечку мозгов и создать среду для творчества. Не просит, а требует президент от управленцев в научной сфере. Встречаясь с айтишниками, меня поразило. С особой болью они отмечали то, что им не хватает рабочих рук. Но я говорю, хорошо, вам не хватает. Что вы предлагаете? Слушайте внимательно. Разрешите нам собственные деньги тратить на поддержку вузов и преподавателей, чтобы они готовили нужных для нас студентов. Я говорю, да Господь с вами перекрестил их. С завтрашнего дня начинайте. Они готовы сегодня инвестировать в наше образование. Я говорю, я могу вас разочаровать. Вот вы придете в вузы поддержать преподавателей, а когда окунетесь туда, увидите, что вам там не подготовят специалистов завтрашнего дня. Потому что у нас руководство вузов, вы на меня можете обидеться, ректоров забронзовели и поросли некоторые тины. Я не говорю уже о преподавателях. Надо перестраивать, переделывать, перекраивать программы. Надо ориентировать образование на завтрашний день. Надо готовить преподавателей, а уже потом ставить вопросы об оплате. Один из ключевых приоритетов развития Беларуси становится цифровая трансформация экономики. О продвижении информационных технологий на этой неделе говорили на совещании президента. Решение о создании IT-страны было принято весной этого года. Тогда и началась скрупулезная работа над новым декретом ПВТ. Недавно документ без правок поддержало правительство, и сегодня он уже на столе у президента. Глава государства во время совещания подчеркнула, что наряду со стремлением получить прибыль на новой технологической волне, специалисты не должны забывать об интересах государства, которое создает условия для работы. Вот шанс у нас стать страной, которая будет самодостаточна и забудет о разговорах о природном газе, нефти и других ресурсах. Мы должны принять новую, ее называют цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился и с вашей подачей, и разработанный не с вашим участием, а вами, с участием государственных служб, чиновников, правительства, проект декрета. Название декрета о развитии цифровой экономики. И оно говорит само за себя. Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства. Так что же изменится с принятием декрета о цифровизации экономики? Мы продолжим активно ковать железо и создавать качественный софт Беларуси. И, конечно, открываем двери для крупных IT-игроков. Uber, Google, Get в этом году уже начали вплотную сотрудничать с парком высоких технологий. И это только начало. Разработчики нового декрета, а это по большей части айтишники, не видят будущего страны без технологических трендов, которые сегодня на слуху во всем мире. Поэтому в декрете расширяются виды деятельности резидентов ПВТ. Нам нужны разработки в сфере компьютерного зрения, с помощью которого и ездят те самые беспилотные автомобили. Искусственный интеллект сегодня пригодится и для промышленных предприятий. Убираем неэффективные налоги. НДС, налог на доходы иностранных организаций, офшорный сбор. Один из козырей. В ПВТ планируется продлить налоговый режим до 2049 года. Представьте, что за это время поменяется целое поколение IT-специалистов в лучшую сторону, так как впереди полная цифровизация экономики. Назревает цифровизация системы образования. Резидентам ПВТ разрешат обучать специалистов наравне с вузами. Немаловажная составляющая — это денежная поддержка. IT-компании смогут оказывать спонсорскую помощь, выделять гранты талантливым преподавателям и студентам. По опыту исторической сделки в этом году и покупке Google белорусской компании в области искусственного интеллекта A-Matter стало очевидно, что это не просто прецедент для прихода на рынок крупных зарубежных инвесторов, но и сигнал для создания юридических норм на основе международного права. И отдельного внимания стоит блокчейн. Мы можем стать первой страной в мире, которая законодательно приземлит эту технологию. Ведь пока в мировом сообществе только обсуждаются преимущества умных договоров. А мы уже планируем их использовать. Отказаться от третьей стороны в сделках и перейти к полной прозрачности операций. Смарт-контракт на основе блокчейна решает эту проблему. В этом документе заложены вещи, которые революционны не только для Беларуси, не только для наших соседей, но по некоторым направлениям по законодательству Беларусь может даже опередить развитые страны многие, те, которые для нас самих часто являлись и являются примерами в технологическом развитии. Самое главное поручение президента состоит в том, чтобы с одной стороны создать лучшие условия для развития высоких ИТ-технологий, и с другой стороны это создается именно для того, чтобы процветала не только отдельная отрасль, а вся страна и чувствовал пользу от этого каждый белорусский гражданин. Йонатан Брендер, управляющий партнером инвестиционного фонда Атура в Израиле, был в числе тех, кто присутствовал на совещании у президента. Айти-бизнесмен активно инвестирует в проекты, связанные с искусственным интеллектом. Йонатан, состоялось масштабное совещание у президента, и вам, скажем так, одному из немногих удалось пообщаться и донести какой-то свой месседж и до Айти-сообщества, и для президента. О чем вы говорили? Какая у вас была цель вашего спича? Я понял. В первую очередь я был уразно благодарен. Для меня была огромная честь присутствовать на этом совещании. Я вышел оттуда с одной мыслью. И результаты настоящие достигаются путем использования благоприятных возможностей, а не путем решения старых проблем. И это именно то, что транслирует новый президентский декрет о парке высоких технологий. Создает экосистему, юридическую экосистему, в которой будет возможно иностранным инвесторам по понятным и принятым международным нормам совершать инвестиции в местные компании, новые стартапы, будь это продуктовые компании или какие-либо научные разработки. По понятным международным нормам это самая большая ценность данного декрета. Я уверен, что именно этот декрет приведет сюда волну венчурных фондов, которые в принципе являются топливом всей IT-экосистемы, я сейчас говорю, абсолютно на международном уровне. Вы как человек, который едет по всему миру и видит разные проекты, действительно, этот новый декрет, новый документ, действительно ли он носит такой революционный характер? Как вы считаете? Много ли в нем собрано такого инновационного? Есть несколько серьезнейших изменений на уровне IT-экономики международной, которые происходят сейчас. Первое, естественно, это блокчейн. Я буду достаточно скромен, если я скажу, со времен появления интернета. Это самый большой технологический прорыв, который был совершен наукой. Дело в том, что мы сегодня это еще не понимаем до конца, но в течение нескольких лет я больше чем уверен, что блокчейн будет неотъемлемой частью нашей жизни, неотъемлемой частью управления государственными органами, бизнес-транзакциями и так далее. Есть абсолютное понимание, что блокчейн – это новая революция. И нету на сегодняшний день на планете Земля ни одной удобной юрисдикции, в которой есть два параметра. Не только закон, но еще и правильная рабочая сила, я имею в виду высококвалифицированных программистов, нету ни одной такой. Беларусь, у нее есть шанс, самый настоящий, занять первенство в этой отрасли. Если уж мы говорим, то блокчейн – это первое. И второе – это, конечно, NLP, то, что называется на английском – Natural Language Processing. Распознавание голосовое управление, автоматическое распознавание речи. Это один из приоритетных секторов инвестиций, которыми мы занимаемся последние несколько лет. В принципе, будет блокчейн, и с компьютерами мы будем контактировать путем голоса и общения. Нажимать на кнопочки и на экраны, скорее всего, в ближайшем будущем мы перестанем. С американским IT-бизнесменом Эриком Эстерлисом нам удалось пообщаться в офисе компании «Аполлон» сразу после совещания с президентом. Крупнейшая в мире компания в сфере коммуникаций IAC со штаб-квартиры в Нью-Йорке купила нашего разработчика мобильных приложений три года назад. Сегодня команда уже удвоилась и является одной из лидеров по производству программ для «Эппл», «Гугл» и «Амазон». Изменения, которые в этом договоре, они, кстати, покрывают возможность белорусской компании самой заходить в магазин и выставлять свою продукцию. То есть, например, когда вы выставляете свои программы в «Эппл» магазине, и программы это кто-то покупает, то 30% «Эппл» забирает. По существующим законам там еще облагается тогда это таксом. Беларуси, то есть становится невыгодно. А с изменениями такса не будет, поэтому многие люди смогут сами, скажем, создавать свои новые аппликации, мобильные аппликации, выставлять их в магазин и таким образом развивать бизнес. Совещание по IT у президента получило и большой резонанс в интернете. Сами участники делились впечатлениями на своих страницах в сети сразу после плодотворной встречи. IT-предприниматель Виктор Прокопеня написал о новом декрете. Суперлиберальный вариант с поддержкой всех способов применения блокчейна, любых бизнес-моделей, в том числе продуктовых, полной свободой в найме иностранных специалистов, поддержкой образования, институтов английского права, стопроцентным отсутствием бюрократии. А вот мнение генерального директора компании Uber по региону Европы, Ближнего Востока и Азии Пьера Дмитрия Горко-Ти. Мы очень довольны результатами переговоров с премьер-министром Республики Беларусь господином Кобяковым и директором Парка высоких технологий господином Янчевским. Мы знаем, что президент Беларуси господин Лукашенко уделяет пристальное внимание развитию высоких технологий. И это хороший знак для нас и для других международных компаний. Еще один отзыв из России от управляющего партнера Flint Capital Дмитрия Смирнова. Все, что мы видим в Гонконге, Сингапуре и других центрах развития высоких технологий, может быть реализовано и доступно в Беларуси. Страна обладает серьезным IT-потенциалом. Налицо переход от аутсорсинговой модели к продуктовой, что является абсолютно верным стратегическим решением. Создание IT-страны очень сложное, амбициозное и вместе с тем исключительно интересная и полезная работа, считает управляющий партнер Flint Capital. Да, действительно, документ революционный. И мы с вами уже сейчас становимся непосредственными участниками большой экосистемы под названием IT-страна. Президент во время совещания подчеркнул, что тормозить технологические процессы никто не будет. И реализация намеченного зависит от самих представителей IT-сферы. В обывательском представлении научное открытие — это обязательно космос, ну или, наконец, роботы, выполняющие за людей всю работу. Но разработки технологий сегодня окружают нас повсюду. Без них не был бы высокий рейтинг как белорусских автобусов или карьерной техники, так и натуральных продуктов питания, вкус которых знают уже на многих континентах. Иными словами, наука везде — от космоса и неба над Белоруссией до Земли, которая дает нам хлеб. Даже в такой сфере, как правоохранительное, тоже нашлось место собственным научным разработкам и внедрениям. И в этом убедилась наша позреватель Олеся Высоцкая. В Государственном комитете судебных экспертиз, который скоро отметит свой первый пятилетний юбилей, наука и высокие технологии буквально на каждом шагу. Нас встречает генерал-майор юстиции Андрей Швет. В правоохранительной системе он более двух десятков лет. Считает, что в работе эксперта мелочей не бывает. Убежден, судебная экспертиза — наука, которая стоит на страже закона. Она не имеет границ в своем развитии. И за пять лет в Беларуси создана такая система, в которой по плечу сложнейшие дела. А наше оборудование высокого класса? Оно лучшее в мире. На таком оборудовании работают ведущие лаборатории во всем мире. Андрей Иванович привел нас в лабораторию, которая вызывает изумление уностранных делегаций. Оснащение с расчетом даже не на сегодня, а на завтра. Здесь в каждой машине новейшие технологии. Экспертиза наука точная, исключает субъективность. Ведь на кону судьба человека, который сначала лишь подозреваемый, а не преступник. Зачастую именно экспертное заключение является единственным доказательством истины. В отличие Беларуси от соседей у нас применяются собственные национальные разработки. Например, по ДНК животных. Их никто пока не делает в Евразии. В чем особенность этих экспертиз? У нас стоит в том, что благодаря нашим белорусским и методикам, и оборудованию, и уже реагентам в определенном сегменте мы можем по делам браконьерства идентифицировать, например, при обнаружении у подозреваемого каких-то предметов, вещей и останков убитого животного в лесу. От этого ли животного происходит та или иная продукция, или есть ли следы этого животного, например, на ноже и на других носителях. Это очень важно для того, чтобы решить вопрос об ответственности виновного лица. Сейчас мы активно говорим о построении IT страны, цифровое государство. Эксперты как-то участвуют в этом? В своей области бесспорно участвуют, потому что новейшие технологии, они используются ведь не только во благо, но и преступниками. Одна из проблем, которая была до образования Государственного комитета, это производство экспертиз радиоэлектронных устройств и компьютерно-технических экспертиз. Я могу сказать, что только в последние три года мы закупили несколько десятков новейших комплексов израильского производства, других ведущих производителей, которые позволяют решать любые вопросы, стоящие перед правоохранительными органами, как раз по противодействию преступности в сфере высоких технологий, в том числе IT-технологии, о которых вы говорите. Мы внедрили в нашей республике по аналогии с исследованием наркотиков двухуровневую систему этих экспертиз. Это одна тоже из новелл. Вредоносные программы, все остальное – это тоже наша тема. Мы активно здесь проводим экспертные исследования. Последние годы на самом высоком уровне. Практически нет ни одного случая, чтобы мы не разобрались. Установить генотип преступника, доказать вину с помощью лингвистической экспертизы, узнать причину криминального пожара за считанные часы. Еще пять лет назад многое было невозможным. С помощью ДНК, например, раскрываются громкие дела прошлых лет. Пример. Серийный насильник, известное дело уголовное, который занимался на протяжении многих лет изнасилованием, как у нас в Беларуси, в России и в Польше. Вот эта база как раз и помогла его изобличить. Сегодня по тем же наркотикам белорусские эксперты работают на опережение. Они еще и аналитики. Изучаются ситуации в мире. В этом году список запрещенных веществ пополнился более чем на полсотни. Пока новый наркотик легально гуляет по странам, в Беларуси он уже запрещен. Наш опыт считается уникальным и интересен миру. И уже звучат белорусские инициативы с площадок ООН, ОБСЕ, ОДКБ. Мы будем проводить в том числе международную научно-практическую конференцию. Интерес к ней очень большой. Десятки стран и государственных органов из других государств, и десятки специалистов изъявили желание прибыть к нам сюда. Нам есть что показать. Это безусловно. Одним из вопросов, которые будут обсуждаться, это как раз наш уникальный белорусский опыт по организации судебно-экспертной деятельности в части противодействия наркотрафику. Как раскрыть преступление по одной капле крови, как создана в Беларуси крупнейшая в СНГ база ДНК, делает то, что ранее казалось фантастикой? Какие новации внедрили эксперты по разоблачению преступников в сфере IT? И что можно считать крупным размером, если всего лишь грамм новых видов наркотиков может убить сотню людей за секунду? Все ответы в актуальном интервью в эту среду вечером на Беларусь-1. Важное международное политическое событие недели. Саммит Центральной европейской инициативы в Минске. 2017-й для нашей страны год председательства в организации. Участники обсудили интеграционные процессы в Европе, расширение экономического сотрудничества и объединение усилий в борьбе с новыми угрозами. А если глобальнее, укрепление внутри европейского диалога. Центральная европейская инициатива. Уникальный формат, где каждая страна участница и донор, и реципиент. Руководство ЦИИ высоко оценило усилия Беларуси по всем направлениям. Ведь официальный Минск изначально декларирует приверженность идеи интеграции и интеграции. Отдельной похвалы Беларусь удостоилась от делегации Венгрии. Своими впечатлениями с нашей съемочной группой поделился министр иностранных дел и внешней торговли этой страны Петер Сиярта. Как взаимное уважение конвертируется в взаимную выгоду, что изначально неверно в санкциях и запретах, а также проблемный момент украинского закона об образовании? Эксклюзивное интервью Петера Сиярта в главном эфире прямо сейчас. Господин Сиярта, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Как вы оцениваете итог председательства Беларуси в Центральной европейской инициативе? Венгрия считает Центральную европейскую инициативу крайне важной организацией, а в Европе продолжаются дебаты о будущем континента, и они почти всегда начинаются с эмоций. Если эти эмоции проявляются слишком рано, то результата ждать не приходится. Центральная Европа всегда была в состоянии обеспечить и поддерживать столь необходимый здравый смысл в таких спорах и обсуждениях. И страна, представленная в Центральной европейской инициативе, играет очень важную роль в обсуждении будущего и Европейского Союза, и Европы в целом. Центральная европейская инициатива — это рациональный подход, и тот самый здравый смысл, необходимый для эффективного обсуждения и эффективных решений. Белорусское правительство проделало отличную работу. Весь процесс был организован прекрасно, результативно. И Хорватии, которая будет председательствовать в организации в 2018 году, стоит изучить белорусский опыт, как следует подготовиться, чтобы все прошло на таком же достойном уровне, как и у вас в этом году. Украинский закон об образовании вызвал резкую критику со стороны Будапешта. Вы даже назвали это шагом назад и заявили о намерении блокировать европейские и евроатлантические инициативы Киева. Так умеет ли Киев играть по европейским правилам? Венгрия была самым громким и ярым защитником европейских и евроатлантических устремлений Украины, а частично и из собственных интересов, так как 150 тысяч венгров проживает на территории Украины. И, конечно, это в наших интересах, чтобы они все больше и больше интегрировались в европейское и евроатлантическое сообщества. Но, к сожалению, украинский закон об образовании противоречит европейским и евроатлантическим ценностям. Все на самом деле просто, хотя украинские коллеги пытаются сказать, что наоборот, все очень непросто. Так вот, исходя из прежнего закона, венгры и другие национальные меньшинства имели право получать образование на родном языке с 3 и до 23 лет, то есть с детского сада до окончания университета. Новая норма разрешает только с 10 лет, и это большой шаг назад. А ведь все декларации ООН, ЕС, ОБСЕ говорят, что национальные меньшинства не могут быть лишены уже действующих данных им, прав и возможностей. Они не могут быть сужены или ограничены, даже частично. А этот закон всему этому противоречит. Украинская сторона пытается представить это как случай двустороннего характера, но это не так. На заседании Совета Ассоциации Украины ЕС Верховный представитель Европейского Союза подчеркнула, что ЕС выдвигает три предварительных условия, как и Венгрия. Они одинаковы. Учитывать мнение Венецианской комиссии, не сужать существующие права нацменьшинств, а новое законодательство должно обсуждаться с нацменьшинствами. Того же требует и Венгрия. И я действительно думаю, что если Украина всерьез желает европейской и евроатлантической интеграции, то придется соответствовать. Каков, на Ваш взгляд, уровень отношений между Беларусью и Венгрией? Эти отношения развиваются динамично. Знаете, мы всегда строили сотрудничество с Беларусью на взаимном уважении. Это ключевое понятие для нашей внешней политики – взаимное уважение. Мы всячески пытаемся избежать какого-либо вмешательства во внутренние дела других государств, поскольку сами, честно говоря, сыты по горло попытками вмешаться в наши внутренние дела. Мы всегда даем понять, что это право Венгрии и ее народу решать, как жить, так как никто лучше не знает ситуацию в Венгрии, чем в Венгрии. Так вот, мы и будем сами решать. Это и есть ключевой подход во внешней политике, и это упрощает процесс построения стратегических и дружественных отношений. И те усилия, что Ваша страна прилагает для построения более тесных отношений и сотрудничества с ЕС и странами Центральной Европы, мы их очень ценим и, безусловно, поддерживаем. Именно поэтому мы выступаем за отмену всех существующих санкций в отношении Беларуси. Я считаю, что они нерациональны и противоречат здравому смыслу, как это было, к примеру, в случае с инвентарем для биатлона. А ведь в этом виде спорта Ваша страна очень успешна. Я вообще не понимаю, а какую видели угрозу для Европы, если Ваша команда покупает винтовки для биатлона? Спишем это на сложность европейских правил. Так случается. Вот мы и выступаем против ограничений в отношении Вашей страны и стараемся стимулировать выработку нового подхода и типа мышления во взаимоотношениях между Европейским Союзом и Беларусью. Спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Весьма откровенное интервью получилось. Особенно для иностранного дипломата. Но мы продолжаем подводить итоги недели в главном эфире. Смотрите во второй части программы. Машинное масло в огонь интереса. Как будем кредитовать жили? Чтобы сделать наиболее доступным данный кредит, необходимо будет и участие государства. Процентная ставка становится меньше. А чего больше ждать малому бизнесу? Водил меня Серега на выставку. Об экспонатах выставки, но не про лабутены. Почему пустеет музей в лошице? Прежде чем разрушать вот это, давайте подумаем. Говорим о будущем. Сокровищ прошлого. Если горосполком не комментирует ситуацию. В это голосование, я... Это не по моей консистенции. История спасения, музей истории. Есть ли хэппи-энд? Узнай прямо сейчас. Сюжет особый, как приглашение на танец. Тур с ансамблем имени Моисеева. Смотри нашу программу, в том числе и концертную. Вторая часть после антракта на рекламу. Вторую часть начнем с цифры недели. МВФ оценил потери мировой экономики от коррупции. 2 триллиона долларов. Это на минуточку 2% мирового ВВП. Какие-то фантастические цифры, а виной всему обычные взятки. Причем глава организации Кристин Лагард недвусмысленно намекнула, что эти данные только верхушка айсберга. Тем временем борьба с коррупцией остается актуальным вопросом и для нашей страны. Об этом напомнил президент, назначая сразу двух новых руководителей силового блока. Оперативно-аналитический центр на этой неделе возглавил Андрей Павлюченко, который раньше был начальником службы безопасности президента. Эту вакантную должность теперь занял его бывший заместитель Дмитрий Шахраев. Обе структуры нацелены на вопросы как внешней, так и внутренней безопасности. Как раз из расчета на эффект спайки и состоялось назначение руководителей, которые хорошо знают о нюансах работы обеих служб. Теперь дата грядущей недели. 20 декабря Комитет государственной безопасности Беларуси отметит 100-летний юбилей. Сотрудников и ветеранов КГБ в преддверии их профессионального праздника поздравил глава государства. Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание. Среди гостей представители делегаций более чем из 20 стран. Поскольку в современном мире предотвратить глобальные угрозы возможно только сообща. Комитет государственной безопасности развивает сотрудничество со спецслужбами десятков государств. Так, в том числе и с помощью наших специалистов удалось предотвратить ряд попыток совершения терактов в России и некоторых европейских странах. На исторических ценностях, профессионализме, слаженности работы государства и спецслужб сделал акцент и глава государства. Я говорил военным людям, нашим армейцам, милиции, скажу и вам. Вы никогда не увидите меня там, в тылу, в этой сложной борьбе, а может быть и будет еще и сложнее. Я буду всегда вместе с вами и я никогда не позволю предать наши с вами интересы по защите государства и человека. Я это говорю, потому что уж слишком часто мы наблюдаем, в том числе совсем рядом, как предавали военных, работников спецслужб, те, кто вчера отдавал им команды, в том числе и мои коллеги. Этого в Беларуси не было и не будет. Поэтому я с вас всегда требую адекватной работы по защите наших белорусских граждан, наших друзей, наших родных и близких, наших детей, нашей Родины. Комитет госбезопасности Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны. На этом также застрял внимание президент. В том числе благодаря специалистам КГБ Беларусь обрела подлинную независимость и теперь способна самостоятельно решать свою судьбу и вести многовекторную внешнюю политику. Впрочем, безопасность — это и важнейший фактор развития экономики. Ведь, согласитесь, тот же IT-инвестор скорее придет в страну, где обеспечены стабильность и спокойствие и в целом в обществе, и в финансовом секторе. Как раз этот год демонстрирует. В этом году в экономике наблюдается рост. Цифра, которую мы узнали на неделе, за 11 месяцев ВВП увеличился на 2,2%. Один из показателей, который отражает баланс нашей денежно-кредитной политики, это ставка рефинансирования. Давайте вспомним, только за 2017 она снижалась 8 раз и составила 11%. Что же, это самый низкий показатель за последние 7 лет. На этом фоне, безусловно, снижаются и проценты по кредитам. Например, в ведущем банке нашей страны, Беларусьбанке, еще в начале года, взять необходимую сумму в долг можно было едва ли не под 20%. Сегодня 11,5%. Кстати, работы и перспективы лидера банковской сферы нашей страны на неделе интересовали президента. Председатель правления Виктор Ананич проанонсировал, что в будущем году банк продолжит поддержку малого и среднего бизнеса. На кредитование направят около миллиарда рублей. 400 миллионов выделят на финансирование жилищного строительства. Кстати, социальную направленность Беларусьбанк сохранит и в будущем. Это требование главы государства. Президент одобрил и стратегию развития банка до 2020 года в ее основе повышения эффективности и технологичности. Какие новые сервисы банк готов предложить клиентам? Какие финансовые инструменты помогут в покупке первого белорусского кроссовера завода Белджи? И будут ли еще дешеветь кредиты? На эти вопросы ответила глава Беларусьбанка Виктор Ананич в интервью главному эфиру. Виктор Михайлович, что касается стратегии развития до 2020 года, которую одобрил президент, что в ней заложено? Какие основные моменты? Прежде всего, мы должны повысить эффективность работы банка. Развитие в сфере IT-технологий, переход на цифровые технологии. Мы предполагаем и планируем увеличить в полтора раза кредитование юридических лиц, продолжать поддерживать малый и средний бизнес. Мы планируем увеличить долю кредитования малого и среднего бизнеса с 17 до 22% среди банков банковской системы стран. Сейчас перед Беларусью стоит глобальная задача создания IT-страны. А вот банковский сектор, он успевает за развитием технологий? Отдельно предусмотрена в стратегии развития IT-технологий, которые позволят улучшить эффективность работы банка через продажу банковских продуктов организациям и населению. А вот что касается нас, обычных пользователей и клиентов вашего банка, появятся ли, может быть, какие-то в ближайшее время новые сервисы, услуги, которыми мы сможем пользоваться? Буквально вчера мы пронансировали держателям платежной карты Беларусьбанка через м-банкинг новый вид услуги, опознавание через лицо, через отпечаток пальца пользователям телефонов на базе Apple. Нацбанк за этот год 8 раз снижал ставку рефинансирования. Кредиты стали доступнее. Понятно, что касается вашего банка, добавилось ли клиентов? Благодаря той политике, которую проводит и Национальный банк по снижению ставки рефинансирования, у нас за год ставка для юридических лиц снизилась до... Средняя ставка сегодня в четвертом квартале по кредитованию 11% практически в беларусских рублях. Практически это ставка рефинансирования. Что касается по валютным кредитам, то средняя ставка снизилась с 8,2% на аналогичный период прошлого года до 6% в четвертом квартале текущего года. Это аналогичная ситуация у нас и по кредитованию физических лиц. Если в прошлом году в этот период времени ставка составляла 0,27%, то в четвертом квартале средняя ставка по кредитам физическим лицам составила 11,3%. А будет снижаться эта ставка еще в ближайшее время? Когда ждать? Здесь должно срастись много факторов в целом по экономике. Поэтому, безусловно, Национальный банк закладывает денежно-кредитные политики, снижение ставки рефинансирования, в том числе и в будущем году. Совсем недавно в Беларуси презентовали собственный легковой автомобиль. И сейчас многие ждут, какие будут программы стимулирования продаж, лизинг, рассрочка и так далее. Беларусьбанк будет ли участвовать в таких схемах? И может быть вы уже изучаете какие-то варианты? Я был сам лично на предприятии, протестировал оба автомобиля и в Седане, и в Атлас, так называемые автомобили достаточно хорошего уровня и качества. Мы сейчас занимаемся совместно с предприятием, рассматриваем различные варианты и программы кредитования. О какой-то конкретной сейчас результатах я сказать не могу, мы в стадии разработки. Но что касается приобретения в лизинг данного автомобиля, эта программа уже работает, в том числе через нашу дочернюю компанию АСБ Лизинг. Сегодня автомобили Джили приобретаются в лизинг. Я вам хочу сказать, что есть достаточный спрос и активность населения проявляет. Чтобы сделать наиболее доступным данный кредит, здесь необходимо будет и участие государства. Но это мировая практика. Сегодня многие бренды, в том числе и в России, продаются с поддержкой государства. Поэтому любые варианты возможны. Спасибо большое за интервью. И еще немного о денежной теме. На этой неделе в центре внимания белорусов оказались сразу несколько дорожных сборов. Сперва российские СМИ заявили, что утилизация автомобилей подорожает вдвое, а это приведет к росту цен на новые машины. Правда, вскоре Минпромторг России заявил, что повышение утилизбора будет незначительным и никак не скажется на стоимости машины. Подорожают ли новые авто в нашей стране из-за этого? Кстати, в Белоруссии всерьез задумались отвязать транспортный налог от техосмотра. Причина всем известна. Чтобы избежать уплаты дорожного сбора, водители отказываются проходить техосмотр. Ведь заплатить штраф куда выгоднее. Он попросту в несколько раз меньше. Сейчас депутаты и специальная комиссия как раз прорабатывают новый механизм оплаты этого налога. О нововведениях для водителей в новом году расскажет Владимир Королев. Последние недели инспекторы ГАИ активно проводят рейды. Ищут машины, у которых не пройден техосмотр. Резонансная авария с погибшей девочкой на проспекте Победителей буквально всколыхнула общество, заставив по-новому взглянуть на проблему прохождения, а вернее не прохождения ТО. В прошлом выпуске главного эфира организация Белтехосмотр огласила статистику. Из трех миллионов машин к ним доехало менее половины. По итогам 10 месяцев проведено миллион 325 тысяч гостехосмотров, из которых 215 тысяч не прошли с первого раза. В течение последнего ряда лет у нас происходит снижение транспортных средств, которые проходят техосмотр. В 2016 году было по итогам года снижение на 9,6%. На сегодняшний день за 11 месяцев на 9,2%. Не проходит техосмотр, потому что экономят на транспортном сборе. Ведь дешевле заплатить штраф за отсутствие стикера. Это понимают и в правительстве. Сейчас депутаты прорабатывают новую форму оплаты транспортного сбора. Система техосмотра, к сожалению, неэффективна. Предлагается отвязать от техосмотра. Идея по привязке к техосмотру родилась несколько лет назад. Причина была в том, чтобы сэкономить средства на администрирование сбора этого сбора. То есть не поручать, скажем, еще какому-то количеству людей администрировать, сколько собрано, кем собрано. А все-таки есть конкретный работник Белтехосмотра. Он и проверяет эту квитанцию. Но, к сожалению, вот такая идея, экономия, она дала негативные результаты. Предложение такое. Отвязаться от чего бы то ни было, сделать такой, скажем, просто транспортный сбор. Гражданин платит его по заявительному принципу. То есть он собирается выезжать на дорогу, пошел и через средства платежа, и рип, банк, почту заплатил. Во многих странах транспортный сбор не входит в систему техосмотра. Например, в США он включен в цену на топливо. Чем больше ездишь, тем больше платишь налог. При этом цена за литр бензина в Америке меньше доллара – полтора рубля за литр. А системы техосмотра в некоторых штатах США нет вообще. Во многих странах Европы транспортный налог платится отдельно и зависит от объема двигателя, лошадиных сил или выброса вредных веществ в атмосферу. Именно поэтому в старом свете очень популярны малолитражки. Налог на новый экономичный автомобиль обойдется владельцу в 20 евро за год. При этом можно платить не все 12 месяцев. Подобные сейчас прорабатывают белорусские депутаты. Одно из таких самых сегодня прорабатываемых версий или предложений – это помесячная уплата уже транспортного сбора с возможностью, скажем так, корректировать те сроки, за которые ты заплатил. То есть пользуешься автомобилем 3 месяца в год – заплати за 3. Если ты собираешься продать автомобиль – заплати за месяц, продавай. Еще раз за месяц – дальше продавай и так далее. То есть гибкость определенная должна быть. Сегодня это такая совместная позиция и правительства, и парламентария, ну скажем так, рабочей группы, которая была сформирована из представителей этих двух ветвей власти. Наработан проект указа президента. Я думаю, что соответствующее решение должно быть принято в ближайшее время. Но действительно ли свыше миллиона белорусских водителей избегают техосмотра? Дорожная милиция называет эту статистику неточной. ГАИ соглашаются с процентами, но не с цифрами. Ежегодное число автомобилей, которые не прошли техосмотр, снижается на 10%. Примерно на 10% больше каждый год инспекторы дорожной милиции выписывают штрафы за отсутствие стикера на лобовом стекле. Только с начала года таких протоколов больше 200 тысяч. Но сказать, что по дорогам страны ездят неисправные машины, тоже неверно. За этот год в сводках ГАИ значится почти 3000 аварий. И лишь в 19 случаях, а это полпроцента, автомобили были технически неисправны. Поэтому ГАИ статистику Белтикосмотра называют неточной. Например, там не учитывают машины-подснежники. Они и ТО не проходят, и по дорогам не ездят. В Беларуси зарегистрировано 3 миллиона машин, но сколько из них простаивают во дворах и гаражах, неизвестно. Многие предпочитают не утилизировать старое авто, ведь за это также нужно платить. Оттого каждую весну и вырастают железные подснежники, которые впоследствии государство утилизирует за свой счет. Кстати, на этой неделе российские СМИ заявили о подорожании утилизбора аж до 125%. Впрочем, в Минпромторге эту информацию опровергли, заявив, что с нового года эта сумма вырастет лишь на 17%, что никак не скажется на стоимости новых автомобилей. Это всего лишь 10 долларов. Так ли это будет, покажет следующий год, который для белорусских водителей обещает быть насыщенным на перемены. В главном эфире об автомобильном мире говорили Владимир Королев, Анатолий Долотовский и Александр Шестакович. Имидж Беларуси за рубежом, о котором мы уже сегодня говорили, это еще и наше достояние внутри страны. Тем более, когда тема заходит о культурном наследии. Белорусам и здесь есть чем гордиться. Историческая территория Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, времена магнатских резиденций и усадебных домов. Пожалуй, самая доступная для минчан – Лошадская усадьба, возрожденная к жизни после длительной реконструкции имения. Единственный пример дворцового паркового ансамбля такого масштаба в Минской округе. Впечатление производит не только музей и прилегающий ландшафт. Интерьеры заставляют гостей усадьбы задержаться подольше. Про Лошадцу мы рассказывали не один раз, но эта тема впервые становится достоянием общественности. Убранство усадебного дома совсем скоро рискует остаться без большей части экспонатов. Предметы из частных коллекций, которые находятся на музейном депозите, до сих пор не выкуплены, а договор с коллекционерами заканчивается в новом году. Так будет ли у этой истории счастливый конец? Нина Можейко решила разобраться в ситуации. Прогрессивная лошадца на пике своего расцвета. Усадьба периода Евстафия Любанского. Графский дом в стиле русский модерн. Экстерьер по последней моде. Реконструкция и реставрация – два главных слова в судьбе лошадской усадьбы, затянувшиеся на десятилетие. Мне хотелось внятно рассказать историю, кому это принадлежало. И вот на этих портретах, которые находятся за моей спиной, в рамах датированных, концом 19-го, начала 20-го века, владельцы дома – последние Евстафии Любанские, его жена – красавица Едвига. Из Едвиги Любанская дизайнер сделал светскую львицу. Оба портрета сегодня подарены. Всего же в усадебном доме около 500 предметов. Из них 170 из коллекции Виталия Жукова. Только четыре сегодня выкуплены. Эстетика модерна – это вообще очень тонкая история. И если все залы лошадцы – это полистилизм, то вот этот буфет является типичнейшим образцом стиля Арнуво. Фешенебельный и стильный. Таким увидели коллекционеры усадебный дом сначала на бумаге. Научное проектирование или ТЭП – тематика экспозиционный план предшествовала реальному оформлению залов. А их в лошадце – 12. Бюст Диана – эксклюзив для Беларуси. Аналоги сохраняются в Национальной галереи в Вашингтоне. Еще один – в Варшаве. И, наконец, самая интересная. Такая же была в коллекции Станислава Августа Понятовского, последнего короля Речи Посполитой, который, по преданию, бывал в усадебном доме. Каждая деталь согласовывалась с экспертной комиссией. Мелочей здесь быть не может. Главное требование – историческая достоверность. Формирование рухомых интерьеров, вот таких вот комплексов, значных комплексов, а лошадский в уголе, он довольно масштабный по своих померах, это не процесс некольких тыднев, месяцев и навод годов. Больш того, набываючи предметы, мы таким чином формируем наш валютный фонд нашей краины. А тому просто тратить державные народные гроши на предметы другарадные, третий, четвертый вартости, я думаю, что это не эльга рабица. Можете себе позволить? Да, я могу себе это позволить, кстати, потому что это вещь из моей коллекции, но в музейной экспозиции ни в коем случае нельзя руками трогать. Почему? Потому что на руках, естественно, есть жир, который испортит ткань 19 века. Это надо сделать только в белых хлопковых перчатках. Платье для выхода к утреннему чаю, дамский туалет, такого качества, пожалуй, единственный экземпляр в стране. И тот в коллекции Игоря Сурмачевского. Всего здесь около 80 его предметов. Гостиный шелковый гарнитур в стиле Людовика XVI ручной вышивки, малый дамский будуар или купальня с утонченным столиком, хай-тек по тем временам. Предметы гипотетически хозяйские. Это значит, коллекция сформирована из тех вещей, которые соответствуют эпохе и стилевым признакам. Как, например, эта ваза. Сама эта фирма, Рерштадт Штангольм, в конце 19 века вышла на рынок Российской империи. Такой прекрасный предмет мог оказаться в коллекции Любанске. Сегодня предметы находятся на музейном депозите. Выкуплена только часть из них. Те, кто обычно остаются инкогнито, вышли из тени. Ведь в следующем году договор с Музеем истории города Минска истекает. А решения нет. Резонансный вопрос курирует Министерство культуры и профильное управление Мингорисполкома. Правовая база сегодня предлагает три варианта закупки предметов. Однако ни по одному из них заявок пока не было. А госбюджет, как известно, не резиновый. Конечно. Нам очень сложно будет найти замену точь-в-точь таких предметов, которые находятся сегодня в усадебном доме. В идеале было бы, конечно, купить как можно больше предметов. Но для этого нужны деньги. Я не думаю, чтобы местный бюджет располагал такими большими суммами. И вот целенаправленно именно для этого музея, чтобы закупить эти предметы. Музейное дело сегодня сродни бизнесу. За рубежом, например, музеи живут за счет самоокупаемости. Стараются заработать сами. О положении дел в Лошице, популярной у туристов, нам, к сожалению, не удалось узнать. В последний момент перед интервью директор музея истории города Минска отменила встречу. Алло. Галина Петровна, здравствуйте. Это Нина Можейко, Беларусь-1. Вы не могли бы мне еще раз рассказать, что произошло в Мингрисполкоме? Я сказала, что вот у нас есть приглашение. Не приглашение, а пришло письмо для интервью. Она мне сказала, что это нужно согласовывать с учредителем. Для согласования это не в моей компетенции. Согласовать интервью с управлением культуры Мингрисполкома оказалось задачей невыполнимой. Телефон ведомства молчал, не было ответа и на отправленные письма. Хотелось бы, конечно же, чтобы было принято какое-то соломоновое решение мудрое, чтобы нам помогли сберечь этот музей. Понятно, свято место пусто не бывает, плакать никто не будет. Но прежде чем разрушать вот это, давайте подумаем. Взвешенного решения требует и вопрос по часовне Прушинских. Руины на территории Лошадского парка на самом деле имеют потенциал сакрального памятника. Каплица на белорусский манер требует консервации, реконструкции и реставрации. Если проект утвердят, то Лошадский ансамбль пополнится еще одним экспонатом. Старинная икона в деревянной оправе ждет своего часа. Так же, как и коллекционеры решения. В главном эфире Нина Можейко и Юрий Тиханович, агентство теленовостей. А теперь танец. Юля, мне кажется, ни время, ни место. Для нас нет, а вот для Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева самое время. На этой неделе коллектив с мировым именем дал концерт в Минске. Его создатель сумел соединить фольклорное и сценическое искусство. И что удивительно, на протяжении всей своей 80-летней истории ансамбль не обходится без постановок с белорусским колоритом. Это танцы Юрочка, Бульба и Крыжачок. Коллектив не имеет себя равных в этом виде хореографии и сегодня. Андрей Козлов на гастролях артистов в Минске провел весь день максимально близко со знаменитым ансамблем, чтобы понять секрет его успеха. Коллектив сразу после футбольной жеребьевки отправляется на гастроли по городам России, ближайший пункт Рязань. Однако следующий в Беларуси Минск, после которого только за одну неделю Самара, Тольятти, Саратов, Волгоград. Но сначала именно белорусская столица в Минске артисты знаменитой труппы не выступали с 2012 года. Знаете, мы бы приезжали с удовольствием чаще, если бы нас приглашали чаще. Но сегодня, я думаю, что без поддержки государства это почти нереально. Я снимаю шляпу перед организаторами нашего концерта, потому что коллектив большой, мы его не делим, мы его полностью сохранили, таким, как был при Игоре Александровиче Моисееве. Походка, выворотный шаг, осанка. Танцовщиков со стороны можно узнать по многим только им присущим особенностям. За несколько минут до репетиции ко Дворцу Республики прибывает сначала один автобус, затем следующий. Состав коллектива довольно большой. Артисты, только утром приехавшие в Минск, готовятся к репетиции продолжительностью более чем три часа. Среди солистов коллектива Евгений Масалков это как раз он, Беларусь для него не чужая. Но об этом несколько позже. Имя Игоря Моисеева для народно-сценического танца ключевое. Он первым в 30-е годы прошлого столетия создал коллектив, который пропагандирует народные танцы мира. Хореограф объединил фольклорное искусство со сценическим и отсюда появился мировой бренд. Ансамбль Моисеева является, наверное, такой вершиной. Моисеев создал жанр народно-сценической хореографии. Школа Моисеевская, она безупречна. И основа, заложенная Моисеевым как творцом, она тоже безупречна. Пока еще никого лучше не было. Репетиция начинается точно вовремя. На сцене Дворца Республики фактически вся труппа коллектива «Русский танец лета», который громко прозвучал на футбольной жеребьевке, требует большого количества танцовщиков. Сама же репетиция проходит, как говорят артисты балета, в полную ногу. То есть, если кому-то повезло попасть на подготовку ансамбля к концерту, то, по сути, можно стать зрителем полноценного выступления. Разве что с небольшими техническими паузами. Вот это платье белорусского танца «Юрочка». За кулисами уже появился внушительный гардероб, ведь каждый номер требует не только соответствующего музыкального оформления, но и ярких костюмов. На сцене в эти минуты как раз и проходит репетиция танца на тему белорусского фольклора. Это деревенский танец «Юрочка». Деревенский ухажер, который пытается привлечь внимание девчонок. Девчонки ему потом утирают нос и выходят с другими кавалерами. Кроме Юрочки, в репертуаре коллектива есть танец «Бульба», однако на этот раз в Минске его не покажут. И танец «Крыжачок» – история этой постановки в ансамбле знаковая. А все-таки моисеевские номера, они все современные уже 80 лет. И, кстати, начиная с белорусского танца «Крыжачок». На часах уже 17 артисты знаменитой труппы на весь мир ансамбля имени Игоря Моисеева готовятся к концерту уже около двух часов. И, видимо, будут репетировать вплоть до его начала. У нас есть возможность не только попасть на сцену через служебный вход, но и показать за кулиси знаменитого коллектива именно вам. Матросский танец «Яблочко» – еще один хит коллектива. Его, конечно, тоже привезли в Минск в солистах Евгений Масалков, о котором мы упомянули в начале сюжета. Он родился в России, однако детство провел в родной для его родителей Белоруссия. Но белорусские танцы, так случилось, Евгений не исполняет. Говорит, рост слишком высокий. Люди отвыкли от этого понятия – народный танец. Все думают, что это топотушки какие-то и хлопушки. Но это не так. Это действительно самое сердце той культуры, которую мы несем. То есть именно то, что было в народе. «Ночь на лысой горе» по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя займет все второе деление концерта – балет, который поставлен в жанре народно-сценического танца. Уникальное произведение, как, в общем-то, и вся история коллектива, который в 30-е годы прошлого столетия в Москве создал Игорь Моисеев. Это художник, который, собственно, и хореограф, и режиссер – это все вместе. И балетмейстер. Я считаю, что это вообще от Бога. И, наконец, последние мгновения перед концертом. Сцена пустая, зрительный зал тоже абсолютно пуст. Но через 15 минут поменяется абсолютно все. Выступление в течение двух часов, оглушительные овации, и коллектив сразу же после концерта отправляется в Москву. Дальше, как мы уже говорили, у ансамбля плотный тур по городам России. Неужели в Минск они вновь приедут спустя пять лет? Ни в коем случае, говорит художественный руководитель. Всегда хочется приезжать и приезжать. И моя мечта, может быть, на следующий год сделать тур в пяти самых крупных городах Беларуси. В главном эфире Андрей Козлов, Александр Олешко и Сергей Волынец. На этой танцевальной ноте мы заканчиваем главный эфир, но впереди нас ждет новая насыщенная событиями неделя. Не упустим ничего важного и интересного. Обязательно подведем итоги недели в следующее воскресенье. С вами были Сергей Гусаченко и Юлия Перцова. Всего доброго. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok